Привет, меня зовут Ирина. Я приехала учиться в Ханкин на программу «Экономика». Приехала отсюда из Москвы. Раньше я училась в Академии внешней торговли и решила продолжить свое обучение в более международном формате здесь, в Хельсинки. Я учусь на программе «Экономика». У нас здесь, конечно, много и лекций, и семинаров, и практических занятий. Есть разные курсы. Есть такие обязательные курсы, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика», то, что вы, в принципе, можете найти везде. Это очень интересно. Мы много работаем с данными и с моделями, но также у нас еще есть более прикладные курсы, такие как «Competition Policy», где мы изучаем конкуренцию или, например, что-то более связанное с банковской сферой. Это очень интересно, поскольку вы можете посмотреть не только с позиции экономиста, но также изучить, как на экономические силы действуют какие-то правовые вопросы или маркетинг, то ли здесь вы можете получить какое-то более широкое представление. И это было очень интересно лично для меня. Я выбрала учиться здесь, в Ханкине, в Финляндии, потому что, с одной стороны, это было довольно просто мне сюда приехать из Москвы. Здесь есть большая поддержка студентов. Я училась здесь бесплатно, и здесь есть много разных возможностей для студентов. То есть у нас есть более дешевые обеды, есть возможность ходить в спортзал. И, в принципе, нас очень тепло здесь приняли, все рассказали, как учиться здесь, куда можно ходить. Это было очень легко. Но, с другой стороны, конечно, для меня было очень важно и престиж школы. И когда я сначала прочитала о Ханке, о том, как сложно сюда попасть, как сложно сюда поступить, мне сначала было немножечко страшно. Но, с другой стороны, у меня было даже больше желания приехать сюда, учиться со студентами, которые находятся на очень высоком уровне, очень образованными. И в итоге я сдала все экзамены, попала сюда. И, конечно, я очень была рада учиться в такой престижной школе здесь, в Финляндии. И, конечно, мы все знаем о том, что уровень финского образования очень высокий. И, с другой стороны, здесь можно учиться в очень международной среде. То есть не только получить хорошее образование, но и получить замечательных друзей из разных стран на всю жизнь. Конечно, в нашей учебе есть какие-то и сложные моменты. То есть иногда бывает сложно понять какие-то модели, которые мы проходим, и много разных курсов, разной направленности. Но что мне нравится здесь, и то, что мне очень понравилось, что мы всегда помогаем друг другу. У нас есть студенты из разных стран, с разным опытом, у кого-то уже есть и опыт работы. И мы всегда стараемся поддерживать друг друга. Мы можем вместе ходить к нашим профессорам, задавать какие-то вопросы о том, что непонятно. Но иногда мы даже вместе сидим в наших общих группах и пытаемся объяснить что-то друг другу. И часто это помогает даже. Иногда что-то не знаешь, сам не понимаешь, начинаешь объяснять своему другу с твоей программы или даже с другой программы, и вы находите какое-то общее понимание. Я думаю, что это очень важно, что мы какую-то такую синергию создаем этих людей из разных стран. И это очень помогает и очень воодушевляет. Я закончила ханкин где-то уже полгода назад. Я уже начала немножечко работать, когда дописывала свой диплом. Начала работать я в сфере консалтинг и executive education. И, конечно, что мне помогло, это мой какой-то такой аналитический опыт работы в ханкине, где я получила такое умение работать с данными, обрабатывать различные данные. Но, с другой стороны, конечно, помогает то, что мы здесь общаемся с разными людьми из разных стран. И это очень важно. Учишься, конечно, общаться и в финской бизнес-среде лучше. Пока я работаю здесь. Но, естественно, я поддерживаю контакты с моими друзьями, с моей программой и вообще из ханкина. Знаю, что очень многие работают в больших консалтинговых фирмах. по всему свету, таких как PricewaterhouseCoopers, KPMG. Многие работают экономистами, очень многие устраиваются в маркетинге. И, в принципе, сейчас я вижу, что у нас люди разъезжаются по всему миру из ханкина. То есть возможности есть. И мы стараемся поддерживать. И надеемся, что в будущем это будет даже лучше для нашей карьеры, когда у нас есть такой network и ханкин, который объединяет нас. Продолжение следует...